здравствуйте друзья и подписчики моего канала ну вот наконец-то на ваших экранах одна из моих новинок одна из моих давних хотелок одно из моих желанных растений это катасетум тайван gold orange шикарный восковой ароматный катасетум я его так долго хотела и вот наконец-то мое желание исполнилось это вот такой прекрасный образец от микки замечательными вот такими вот толстыми бульбами смотрите какая прелесть и не менее прекрасным шикарного таким вот ростом таким ростом замечательными корнями вот такие вот у нас красивые корни ну что я его сегодня буду пересаживать для меня это новинка то есть у меня еще не было ни одного катасетума в коллекции это первое растение мне незнакомое трое суток это вот сегодня третьи сутки как растение у меня я перелопатила кучу информации я пересмотрела всех девочек моих дорогих блогеров с которыми я общаюсь которые выращивают катасетума и цехнодоса ну в общем то я готова к этой операции и и сейчас я приступлю я конечно боюсь боюсь в том плане что очень много всяких тут подводных камней так скажем ну знаете как бы волков бояться в лес не ходить что я буду делать а во первых я его попоила мог был очень пересушенный сильно и чтобы не при разбирании вот этого мухового кома не повредить крышочки новые вот эти вот нежные они очень нежные с ними надо очень осторожно обращаться я естественно его намочила сейчас я разрежу этот горшочек транспортировочный аккуратненько и буду его оттуда извлекать это история не так скажем быстрая поэтому я сейчас вы достану вместе с вами мы посмотрим что у него там происходит внутри о сколько корней супер они все живые корни все живые посмотрите какое чудо вот это да я не ожидала такого увидеть корешочки все живые какая прелесть может быть не удастся его быстрей разобрать хотя я не очень-то уверена потому что здесь все так туго набито и все это надо очень аккуратненько разбирать давайте я сейчас отключусь я все это вот это все дело разберу еще раз посмотрите на эти суперовские корни щебомба и я опять включусь и вам все покажу итак проковырявшись около 40 минут я так устала я очень очень и очень аккуратно пыталась вытащить мох потом я все-таки решила пойти промыть его под краном этот мох но мне это удалось вот посмотрите я очистила мой катасету от старого мха здесь было очень туго набито замечательное основание вот эти все корни они живые но здесь вот есть такие маленькие вот тяжи до которые как бы уже отработаны но я их удалять не буду они никакого вреда не принесут и сейчас я его буду сажать вот такой красавчик получился значит что я буду делать сейчас секундочку так значит в посадке так чтобы не сломать корешочки они очень тоненькие я буду использовать вот такую вот смесь здесь у меня значит кора мелкая green garden про немножечко циафлоры уголь резаный тоже от green garden про мох с погмос новозеландский и сюда же я добавлю посадку вот такие вот кокосовые чипсы от green garden про так как катасетом любят влагоемкий грунт вот я приготовила вот такую вот часть кука чипсов ведь я устала так запыхалась да и сейчас вместе с вами мы сделаем посадку и повторюсь для меня это нового все поэтому не обессудьте если я возможно на ваш взгляд сделаю что-то не так но я так вижу эту посадку значит сажать я буду сейчас его здесь вот подвину чтобы ничем не не уронить так сажать я буду в 12 горшок где он у меня вот он пустой на одно я положу очень кстати интересный видите какое у него дно интересно это мне один такой горшочек с интересными такими вот дырочками значит на дно я положу керамзит морю грин твористый вот такую часть вот так этого будет достаточно вот так вот да также я вниз сейчас положу мох вот я замочила спаг мост новозеландский примерно вот столько так главное чтобы мне это все уместилось но я больше горшок его не хочу сажать потому что пересадка кота сетомов производится один раз в год так и вниз я положу немножечко вот такую часть сейчас сколько чипсов вот такой влезет ли он у меня чет мне кажется я очень много там положила до уместится вот так хорошо мне сядет так теперь под основание кота сетом и я положу вот такие вот крупные два кусочка наверное коры green garden про она не влагоемкая даже может быть и один кусочек положу да я думаю вот так вот наверное будет достаточно нет у меня там побольше кусочка вот есть вот такой вот кусочек вот вот такой вот кусочек это чтобы у кота сетом очень чувствительное основание поэтому чтобы не не замокала так как будут частые поливы вот так вот я положение влагоемкий кусочек коры и потому что кладут вот пенопласта у меня пенопласта нет к сожалению да и сейчас я вот сюда в это вот гнездышко вот видите какие корешочки живые классные сейчас я сюда у меня правда рука влажная он сейчас я опять как бушмет себе переможусь сюда сейчас я положу вот так вот грунтик прямо заправлю вот сюда в серединочку в это гнездышко вот у меня здесь видите и мог да и уголь и все вот так вот вот все ну как то так так сейчас я камеру поправлю то не очень видно вам уехала я вот так вот все я заправила сейчас я вот эти вот корешочки так там мне все нормально вот эти корешочки я вот так вот сложу очень боюсь но он тоже ты не бойся малыш я тебя не вижу так и сейчас я поставлю вот эту конструкцию в горшочек чтобы у меня оттуда ничего не высыпалась вот так раз вот так сажать надо так это у меня отсюда идет это у меня старые бульбы вот так вот вот этими бульбами к стенке чтобы у меня новый рост вот ему чтобы было место вот сюда вот вот расти вот таким вот образом он меня правда высоковато бульбы заглублять нельзя ни в коем случае но и все сейчас я здесь сбоку положу сюда вот аккуратненько как у чипсиков добавлю вот так вот сюда еще вот положу пока чипсиков аккуратненько чтобы у меня один весь корешочек треснул новенький но я думаю что это неизбежно потому что так вот так вот по краешку потому что уж вообще очень хрупкие ну я так старалась я старалась чтобы его не повредить чтобы крышочки ему не повредить ни в коем случае я очень старалась как могла в общем так крышочки туда даже вот у старые бульбы у нее корни в активном росте и это не может не радовать я сажаю прозрачный горшок для чего для того чтобы наблюдать за ростом этого растения так сюда и не буду кука чипса стоя сейчас грунтик с этой стороны вот так вот чуть-чуть отодвину и вот сюда заправлю аккуратненько грунтик так вот постараюсь понежнее это все делать там как раз вот молодые корешочки вот тоже сюда вот у меня пойдут так вот так что у меня здесь получается так здесь некая пустота такая образовала сейчас я аккуратненько сюда заправлю вот так вот очень деликатненько вот так вот сейчас еще сейчас добавлю так это растение уже цвело я уже говорил что я купила этот катасет он ларисы который я последнее время покупаю свои новые орхидеи мне здесь даже на ум пришло такое мне вот не то что удобнее а мне нравится чем покупать ларисы тем что когда я еду например в какой-то торговый центр или какой-то магазин я например не нахожу чего-то интересного для себя да и вот этот беспокойный и вредный хомяк который живет не только наверно во мне но или во многих я обязательно прихватываю какую-то орхидею будь то или реанимашка или какая-то может быть сортовая орхидейка но она не является какой-то будущей моей фавориткой или это покупка могла бы и не быть собственно ни к чему просто когда я приезжаю потом домой я так и себе и насти говорю вот спрашивается зачем я купила ее да у меня такая например есть орхидея ну вот зачем не дубль ну ладно пусть будет потом или подарю кому-нибудь или в розыгрыш или еще куда-нибудь ее определю вот а на самом деле на это уходит и время и в то же время какие-то материальные затраты до совершенно ненужные а вот когда я например у ларисы вот наблюдаю ее там в инстаграм я в инстаграм слежу за поступлениями у ларисы я уже точно уже вижу например а вот это орхидейка там например вот я себе купила тоже покажу вам в следующем видео редкую орхидейку и ту которую бы я хотела иметь своей коллекции я ее покупаю пусть она немного дороже но чем чем бы я ее купила в магазине но это та покупка которая истинно мне принесет удовольствие и в то же время меня не будет никаких разочарований по поводу того что покупка собственно можно было бы не покупать эту орхидею и так уже знаете уже на самом деле переходят все границы каждый сантиметр уже заставлен я уже поглядываю таким недобрым взглядом на еще одну стену но я этого делать не буду потому что это уже будет похоже на сумасшествие и так уже как в ботаническом саду все-таки квартира небольшая да и балкона у меня нет ни балкон не лоджии если бы не был долго балкон то я бы конечно бы там бы развернулась особенно я так с завистью поглядываю на лоджии на здесь дом рядом но не сегодня построен но новый дом там несколько лет до его назад построили лет наверное 10 тому назад и вот там живут мои знакомые у них лоджии 7 метров длиной вы представляете это вообще фантастика и она не не такая уже и узкая там бы конечно можно было сделать было если у меня была бы такая я так мечтал как лоджия большая я бы конечно там бы развернулась на этой лоджии так ну что ну что я вам хочу сказать дорогие мои посадка подходит к концу вот такая вот быстрая вот этот корешочек я надломила вот видите вот очень жалко мне его конечно не знаю я заклимается ли он после такой травмы он так лопнул посрединке так вот таким образом все наверное да я больше ничего сюда не подпихивать ничего не буду так все сейчас посмотрю по кругу вместе с вами ну что здесь замечательно у меня вот здесь вот правда пустовато вот здесь следовало бы здесь вот так вот сейчас я чуть-чуть при опущу вот здесь вот грунтик только здесь чтобы уже сто раз не не влезать вот так вот подложу сюда еще грунтика и на этом я закончу можно мха побольше отсюда вот положить так ну что я посадила но посадила до посадила так это там это здесь вроде бы как похоже на правду так теперь мне надо что сделать теперь мне надо сделать поскольку поскольку вот эта бульба видите мне как корни расположены высоко да я и здесь хочу создать такой маховой как бы пьедесталь чик для этого я замочила мох вот он у меня здесь так это его беру мне не надо для этого я замочила мох и сейчас я что-то буду здесь так вот думать я просто я позвонил ларисе посоветоваться с ней ну как бы мне лучше сделать потому что она занимается кота сетовыми да и ей как бы виднее она мне посоветовала сделать ему вот такую вот штучку здесь аккуратненько так сейчас вот сюда вот под вот эти корешочки я положу вот так чтобы опять же кто и бульбе не очень так было так сейчас я здесь новую зюку так считаю не такое получается так вот так интересно развалится у меня это конструкция или нет будущем сейчас сюда вот подложу вот здесь вот такое есть такое вот тело поливаться мне будет замачиванием на две трети горшка весь я его мочить не буду так ну что-то похоже да на правду как раз то что мне объясняла лариса чтобы корни пошли в грунт чтобы им сейчас было уже так сигнал пошел у них что-то дадам пора так так аккуратненько чтобы не разваливалась так ну мог не очень короткий поэтому но он не длинный не короткий такой средний длинные так и еще вот здесь сейчас так вот здесь сейчас чуть-чуть наложу но мне остается вот это вот вверх тогда весь сюда прямо я не знаю как быть ладно лариса посмотрит мою посадку и вынесет вердикт и вот светочки потом ира девочки света из германии света из пенсильвании если вы будете смотреть резюмируйте пожалуйста скажите мне так я сделала не так может быть что-то надо изменить пока он еще как бы не не начал активный рост но уже дергать я его не буду я имею ввиду вот эту вот вот бульбу может быть ее еще надо прикрыть я я сейчас прикрываю всю посадку мухом чтобы в дальнейшем у меня здесь сохранялась влажность так потом что он любит кто сетом очень любят кушать поэтому в при каждом поливе ему надо добавлять в воду для полива удобрения с удобрением мы определимся потому что нпк для него нужен определенные и с удобрением я определюсь я ему подберу цифры я потом озвучу когда буду показывать его полив я вам озвучу цифры покажу обязательно удобрение но у меня нет какого-то фельдеперсового удобрения да значит будем исходить из того чего у нас есть а смокота у меня нет смокотом я не пользуюсь поэтому буду кормить его жидкими удобрениями и буду чередовать комбинированные удобрения и органику вот я думаю у нас все получится еще значит такая здесь ситуация вот эти вот катасиэтумы с их нодосы от микки они имеют тенденцию вырастать очень большие бульбы у них вот это вот новая бульба она вот это вот она в принципе должна вырасти до 50 сантиметров представляете себе такая гигантика ну посмотрим будем еще раз то и будем наблюдать будем буду учиться надо же когда-то начинать да я все таки давно уже озвучивала что я хочу себе катасиэтумы завести поэтому так вот я заложила здесь все так еще раз здесь проверю здесь у меня да здесь мне нормально здесь у меня тоже корешочек маленькая какая-то микротрещина у него такой прости я уже подустала на самом деле но я же говорю вот 40 минут я только сидела пытаясь пинцетом что-то там выковырить но очень было туго на туго набито поэтому вот пришлось промыть это все но надо было так сразу начинать вот все так касаемо бульбы я все ребенку извините иногда я говорю говорю и так перескакиваю у него вырастет вот это вот новая большая бульба да естественно он будет тяжелый и он будет имеет такую тенденцию к переворачиванию что я сделаю я поставлю вот эту вот посадку сейчас я буду посадку уже показывать вот я так посадила девочки еще раз прошу вашего совета касаемо вот этих вот корней надо ли мне их закрывать или оставить вот в таком вот виде может быть оставить так они потом как-то внутрь пойдут я не знаю я просто потом поставлю у меня есть кашпо керамическое тяжелое по размеру как раз она просто повыше я вниз там положу черепки поставлю одно такое массивное в керамическое кашпо и он у меня будет так вот замечательно расти вот видно здесь вот корешочки у него да вот ну и собственно на этом вся посадка закончена вот я ему ставлю табличку с его названием с даты приобретения с даты посадки сейчас я вот у старых бульбу здесь вот поставлю здесь как раз есть местечко вот так вот и так сказать добрый час мой красавчик буду ждать твоих прекрасных цветов фотографии цветения пример цветения и там еще есть фотография где он лариса цвел прошлогоднее цветение вот как раз он цвел вот из этой вот бульбы вот из этой бульбом цвел у него был цветонос так что вы видите какая бульбец какой толстенький это вот прошлогодний такой вот красивый рост все сейчас я поставлю его в кашпо поливать я его не буду чтобы вот эти вот микротрещинки вот у меня получилось вот здесь вот вот трещинка вот видно ее микротрещинка такая да у этого корешочка и еще одного корешочка он уже все уже в мох этот крышочек опущен поливать не буду но наверное я его сделаю первый полив наверное послезавтра еще раз повторюсь я буду его замачивать вот до сих пор то есть как раз вот кока чипсы будут у меня мочиться где три сантиметра от ступи а вот отверха вот так вот замочу его замочу его уже с удобрениями у меня есть два дня на раздумья чтобы подобрать ему удобрение с определенным набором нпк и все добрый час я очень рада и я счастлива еще раз повторюсь я в таком восторге от этого растения что у меня есть вот такой вот красавчик он он такой немаленький но хорошенький вот посмотрите все дорогие мои по радость вместе со мной и как бы лихая вида начала на этом я буду с вами прощаться хочу вам пожелать доброго здоровья актуально для нынешнего времени здоровья вашим близким здоровье вашим растениям здоровье всем всем жителям планеты земля желаю и также солнца в душе и на небе всего доброго я вас всех люблю до свидания всегда ваша бокова наташа вот так 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 вот Продолжение следует...